В связи с посещением 9-10 июля оккупированных территорий Арцаха некоторыми иностранными дипломатическими представителями, главы соответствующих ДИП-ведомств были приглашены в Министерство иностранных дел Республики Армения. Им переданы ноты, где указывается, что Армения считает неприемлемым посещение оккупированных территорий Арцаха со стороны дип представителей, аккредитованных в Азербайджане. Всем послам было передано, что подобные визиты дипломатов противоречат духу сотрудничества с Арменией и позиций Минской группы ОБСЕ. Бывший глава общины Мегри Махетер Закарян арестован на два месяца. В беседе с Фактор ЭМ адвокат Закаряна Ерем Сарксян отметил, что арест его подзащитного был обжалован в суде и признал незаконным, однако Закарян все же был арестован. Закаряну предъявлено обвинение по части 2 ст. 308 и части 1 ст. 314 Уголовного кодекса. Данные статьи предусматривают наказание за превышение полномочий и подлог со стороны должностного лица. Оппозиция считает уголовное дело против Закаряна сфабрикованным и мотивированным политически. Закарян занимает 17 место в списке блока Армения под руководством экс-президента страны Роберта Кочаряна и проходит в парламент по результатам выборов. Ранее Центральная избирательная комиссия поддержала ходатайство прокуратуры о привлечении Закаряна к уголовной ответственности. 12 июля в Мартунинском районе Арцаха при поиске тел погибших в результате подрыва мимы был ранен сопровождающий спасателей. Как сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевусян раненый Нурайр Сарсаданян. Первую медпомощь ему оказали армянские спасатели, а затем пришедшие на помощь российские миротворцы. После Сарсаданян был доставлен Степан Акет, где ему ампутировали травмированную стопу. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с визитом аккредитованных в Азербайджане дипломатов на оккупированные территории Арцаха. В заявлении, в частности, говорится, самым строгим образом осуждаем организацию 10 июля 2021 года азербайджанскими властями визита на оккупированные территории Республики Арцах, включая город Шуши, сотрудников зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане. Вызывает сожаление, что зарубежные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, поддались на манипулятивные действия Баку. Никакие территориальные приобретения в результате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными. Президент Азербайджана Ихам Алиев сегодня встретился с вице-премьером России Александром Аверчуком. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Алиева. В ходе встречи стороны обсудили работу трехсторонней группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Алиев и Аверчук также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в торговой, экономической, транспортной и других областях. Президент Турции Реджеп Тайбердагам прокомментировал инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви Сурбтакавор в стамбурском районе Кадыкёй. Как передают турецкие СМИ, он заявил, «Неуважение к религии, которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёй, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства», сказал Эрдаган, цитируют его турецкие СМИ. Движение талибам предупредило, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. «Решение турецкого руководства о сохранении части контингента в Афганистане является опрометчивым, нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев», указывается в заявлении талибов. Как передает ТАСС, движение отмечает, что рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будет бороться с захватчиками. Выдача в ВИС желающим поехать из Армении в Испанию возобновится с 14 июля. Об этом сообщает посольство Армении в Испании. При въезде в Испанию достаточно предъявить отрицательный результат теста ПЦР, вакцинацию проходить необязательно. Американский конгрессмен Адам Шиф принял участие в церемонии основания и открытия армяно-американского музея и культурного центра в Калифорнии. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Для меня было честью присутствовать на церемонии основания и открытия армяно-американского музея. Американцы армянского происхождения являются важной составляющей нашей нации, которые обогащают наши традиции и общины. Их история, американская история, надежда перед лицом трудностей, проявление настойчивости и нового начала. «Музей обеспечит сохранение истории, передавая ее из поколения в поколение», написал Адам Шиф.